SCP-666. Кудзу с феями. Класс объекта Китер. Особый слой содержания. Первичный участок SCP-666-1 должен быть выкашен до площади 0,5 квадратных километра и регулярно обслуживаться, чтобы предотвратить его расширение за пределы текущей среды обитания. Периметр области обитания SCP-666-1 должен быть очищен от растительности в радиусе 30 метров и огорожен для предотвращения несанкционированного доступа. Регион в радиусе 3 километрах от среды обитания обозначен как запретная зона для гражданских туристов и любителей активного отдыха для предотвращения контакта с SCP-667-2. Наблюдающий персонал имеет право использовать пестициды или огонь, чтобы нейтрализовать экземпляры SCP-667-2, пытающиеся выйти из зоны содержания. В периоды, когда наблюдается активность SCP-667-2, обслуживающий персонал должен покинуть среду обитания. Отдельные взрослые млекопитающие или сотрудник класса D, ожидающий запланированного устранения, должен быть введен в среду обитания после закрепления на нем радиоустройства слежения или GPS-устройства. Сотруднику класса D может быть выдано аудио или видео оборудование на усмотрение руководителя проекта. Кормление следует продолжать в объеме одной особи в день, пока SCP-667-2 не станет неактивным. Дополнительные образцы SCP-667-1 можно получить из черенков, выращенных в установленных пределах, в условиях полного содержания по усмотрению 5. Все попытки захватить живой образец SCP-667-2 в настоящее время запрещены, пока не будут разработаны средства противодействия их воздействующим на разум свойствам. Любой захваченный SCP-667-2 должен быть передан в зону 73 для вскрытия, анализа и сохранения. Описание SCP-667 является двумя симбиотическими видами, представленными колонией вьющегося с цветкового растения неклассифицированного вида, морфологически схожего с кудзун, обозначенного как SCP-667-1, и неклассифицированным видом летающих существ, обладающих инсектоидными и гуманоидными морфологическими качествами, обозначенными как SCP-667-2. Единственный в мире известный экземпляр SCP-667 расположен в природном заповеднике на юго-востоке США, примерно в Секречно километрах к северу от Секречно, и занимал площадь Секречно-квадратных километров до того, как был выкашен до нынешних размеров. Экспертиза костных останков, найденных в SCP-667-1, показывает, что он появился в регионе вскоре после завезения кудзу в Соединенные Штаты в конце XIX века. На фотографии SCP-667-1 до скашивания. При наличии достаточного питания, SCP-667-1 способен расти со значительно более высокой скоростью, чем обычные растения кудзу. Образцы в неволе при идеальных условиях вырастали со скоростью 2,5 метра в день. SCP-667-1 может пускать корни практически в любой форме почвы или мягких органических тканей и будет расти вокруг или по поверхности посторонних предметов на пути своего разрастания, в том числе деревьев, сооружений, автомобилей или животных. В основном источник питания SCP-667-1 люди или другие крупные млекопитающие, встретив спящие парализованные или мертвые животные по ходу своего разрастания, SCP-667-1 быстро прорастает вокруг и сквозь него, постепенно потребляя и переваривая его останки для своего дальнейшего роста. Лоза SCP-667-1 цветы и корни содержат большое количество щелочных соединений, которые делают их несъедобными для человека и всех других видов животных, кроме SCP-667-2, на котором они были испытаны. Размер зрелых осыпей SCP-667-2 примерно 7,5 см в длину. Они обладают двумя большими крыльями, простирающимися по всей длине тела. Вскрытия показывают, что внутреннее строение SCP-667-2 подобно таковому у насекомых семейства светлячков. Экзоскелет SCP-667-2 сильно напоминает миниатюрное человеческое существо. Грудная клетка разделена на грудной и брюшной отдел, а в ногах скрыты биолюминесцентные органы. Были обнаружены как мужские, так и женские особи SCP-667-2. Личинки, вылупившиеся из отложенных женскими особями яиц, зарываются в почву под SCP-667-1 и становятся зрелыми насекомыми в следующем году. Нынешняя дикая популяция зрелых особей SCP-667-2 оценена в менее чем 5 тысяч. До скашивания существовало, как полагают, не менее засекречено особей. Взрослые особи SCP-667-2 обитают исключительно на под и вокруг SCP-667-1 и питаются нектаром цветов SCP-667-1. Когда рост SCP-667-1 начинает замедляться в связи с недостатком питания, стая из нескольких сотен особей SCP-667-2 отделяется от основной колонии и путешествует снаружи, пока не встретит любое млекопитающее среднего или крупного размера. Рой SCP-667-2 почти всегда активен только в ночные часы и биоэллюминисцирует, производя весьма заметное зеленое свечение по всему телу. Все человеческие существа, непосредственно наблюдающие рой SCP-667-2, описывают сильный сонотворный эффект и принуждение следовать за роем, что неизбежно приводит загипнотизированного к окраине SCP-667-1. Прочие млекопитающие аналогичным образом вынуждены следовать за роем и не реагируют на внешние стимулы. Дойдя до окраина SCP-667-1, загипнотизированный человек будет сидеть или стоять на месте, продолжая наблюдать за роем, пока не умрет от жажды, воздействия окружающей среды или в результате того, что его поглотит SCP-667-1. Во время скашивания из очищенной области были извлечены скелетные останки примерно секречно-достоверно определенных млекопитающих, включая секречно-людей. SCP-667 оказался в центре внимания фонда в 2016 году после резкого увеличения количества пропавших без вести лиц в природном заповеднике удалено, в штате Секречино. Лесохозяйственная служба США определила причастность SCP-667-1 к пропажам и после потери нескольких сотрудников и зароев SCP-667-2 связалась с посредниками фонда в Министерстве сельского хозяйства, в результате чего фонд занялся сдерживанием области. На момент открытия SCP-667-1 стал высокоинвазивным, и его рост, по прогнозам, должен был достигнуть окраин города, удалено в течение менее 10 лет. Около 90% SCP-667-1 было уничтожено путем сожжения под предлогом лесных пожаров. Чтобы уменьшить размер колонии до приемлемого уровня, экспертиза региона показывает, что почти вся поросль SCP-667-1 возникла в течение последних 20 лет. Текущая рабочая гипотеза фонда гласит, что SCP-667-2 появились в регионе, в то же время, что и развитие взаимосвязи между ими и SCP-667-1. позволило области разрастаться со значительно большей скоростью, чем это было ранее.